приветствую вас друзья на своем канале сегодня у меня на распаковке две посылки сайта тему давайте я их открою посмотрим что интересненького можно найти на сайте тему как это выглядит насколько это отличается от реальных фотографий продавца в общем как выглядит чем пахнет все посмотрим я хочу начать с этой посылки потому что здесь ботинки для дочери которые я ждала посылка опоздала пришла на 35 день по идее по гарантиям которые нам обещают тему их кстати никто за язык не тянул они мне должны возместить стоимость этой посылки но пока не молчат ничего не говорят давайте смотреть ботиночки на осень честно говоря запоздали я ожидала что посылка придет быстрее положенного срока она не то что пришла она даже опоздала вот так бывает друзья что с первого взгляда на товар покупателя постигает разочарованием вот как меня сейчас я уже вижу что ботинки очень сильно мало мерят но давайте по размеру чуть-чуть попозже а пока по внешнему виду я пройдусь как бы по внешнему виду сразу разочарование не произошло выглядят они точно неплохо вопросов по строчкам по пошиву по модельке ничего такого нет шнурочки по цвету очень подходят подошве до достаточно неплохо смотрится ботиночки высокие помимо шнуровки есть еще молния для того чтобы не шнуроваться до каждый день такая современная молодежная модель к на толстой подошве я как бы думала что дочь их будет носить у нас очень теплая осень и зима не холодная но мне не нравится вверх да я понимаю что это искусственная кожа и все такое но она какая-то знаете слишком тоненькая запах есть но он очень легкий он выветрится буквально за пару часов я его вот так вот на вытянутой руке практически не чувствую этот запах я почему разочарована по поводу размера потому что к выбору и подбору размера я подошла очень серьезно я измерила длину стопы дочери я измерила ее стельку из той обуви которая есть сейчас как раз я выбирала чуть чуть больше чем ей нужно потому что я думала что ботиночки тоненькие и она будет их носить с носочком я сейчас за кадром замерила длину стельки длина стельки 24 сантиметра а я выбирала по размерной сетке длину по стельке 25 с половиной сантиметров сетки продавца идет ошибка на полтора сантиметра значит на подошве указан тридцать девятый размер но я так думаю что эти ботиночки наверно на тридцать седьмой размер я больше не буду про них ничего сейчас говорить почему потому что я их не рекомендую ну потому что у вас реально будут сложности с выбором размера что вы получите это неизвестно в общем ботинки будут возвращаться возврат осуществляется не сложно кликайте по кнопке возврат возмещения и дальше следуйте инструкциям там все просто и понятно давайте смотреть другие посылки я надеюсь что они меня не так разочаруют как эти ботинки здесь интересная штука это держатель для ароматических палочек вы знаете я давно хотела такой и присматривала его еще на алиэкспресс но на алиэкспресс такую цену загнули что я у меня рука не поднялась честно смотрите какая вот эта основная деталь деревяшка очень такая прямо натуральное дерево такой и она тяжеленькая очень приятная и металлический держатель сборка очень простая берем палочку я сейчас это делаю первый раз с вами да и просто ее вот тут зажимаем и она просто вот так висит вниз горит дымит благовонит ну короче пахнет и пепел всыпается сюда просто вниз я вставлю кадры как это красиво горит нравится отлично рекомендую кто любит такие штучки я люблю еще один товар из этой посылочки это тоже для дочери я заказала значит это элемент термобелья такая маечка топ таким образом она выглядит обычная маечка есть вот такая бежевая есть вот такая телесно-розовая есть черная такая маечка я купила размер м и на экране напишу на какие параметры она подошла эластичность средняя очень очень приятная на ощупь она такая знаете бархатистая приятно но это конечно какая-то синтетика ясно что это не шерсть лучших в мире мире носов что пишут по составу 80 процентов нейлона 20 процентов спандекса по уходу рекомендуют ручную стирку отжимать гладить и крутить в центрифуге не рекомендуют а сушить в подвешенном состоянии я думаю знаете из-за чего это рекомендуют из-за того что у топика вот такой необработанный край честно говоря для меня как для портнихи вот такой необработанный край это знаете больно глазам смотреть когда смотрю на такие вещи у меня знаете такое ощущение что портниха шила ей позвонила подружкой говорит пойдем кофе попьем она так бросила свое шитье и пошла пить кофе потом пришла домой забыла и так и осталась майка как незаконченная я не знаю расскажите по вашему опыту как такие срезы себя ведут в носке не растягиваться не пускают ли они стрелки я почитаю ваши комментарии а потом решу что с этим делать у меня же есть оверлок может дать красивую такую тоненькую отделочную строчку эластичную я бы допустим взяла какие-нибудь подходящие по цвету ниточки и обработала мне бы так было спокойнее что такая маечка будет обработана но вообще что я заговорилась хорошая вещица мне нравится носить вот когда холодно чтобы не одевать такие какие-то очень теплые куртки надеваешь такой топик под свитерочек под какую-то свою вот эту одежду и я так понимаю что вот тело будет в тепле потому что маечка такая прилегающая и достаточно теплая на какая-то такая как велюровая я не знаю что это для меня это незнакомый материал в общем почти довольно почти довольно давайте будем распаковывать следующую посылочку посмотрим что я заказала честно говоря давайте один раз пошуршу а потом уже буду себя вести красиво так ну вот эти ароматические палочки про которые я говорила я выбрала себе с ароматом лаванды хотя честно говоря вот покупаешь их самыми разными ароматами они какие-то все одинаковые датика понюхаю как я сказала лаванды и вообще здесь ну чуть-чуть такой запах знаете чистоты но это не лаванда ну смотрите они толстенькие на них достаточно напылено вот это ароматическое вещество сколько раз два 17 18 20 20 ароматических палочек буду зажигать в своей новой симпатичной подставочки красота снова купила наушники от своего любимого бренда к з вот такой значок у этого бренда я обожаю этот бренд я обожаю эти наушники они проверены годами и и вы знаете я даже боюсь покупать какие-то другие наушники от какого-то другого бренда потому что я боюсь что они меня разочаруют а в этих я всегда уверена чем нас заинтересовала эта модель к не очень интересный дизайн видите один наушничек одного цвета другое другого я дочь спросила хочешь такие оригинальные наушники необычные там серые или белые хочешь таки она говорит да хочу на них было кстати неплохая скидочка я заказала давайте посмотрим но наушники классные я вообще такой знаете человек требовательный к звуку который исходит из наушников поэтому была достаточно долго в поиске но когда я нашла вот этот бренд к з все я успокоилась и беру только их у нас с дочерью есть такие беспроводные наушники и вот последнее время нам понравились проводные так ну что они даже уже подключены к этим проводам вы поняли да это наушнички которые вставляются в ухо провод заводится за ухо мне чем понравилось то что какое-то неловкое движение выдернули проводочек а наушнички никуда не делись у вас они не выпали из уха ну вот в этом плане очень удобно но все-таки вот этому моменту носить вот таким образом наушники за ушами еще нужно привыкнуть значит что в комплект наушники со шнуром да покажу какой штекер вот такой штекер а то прошлый раз я показывала наушники не сказала какой штекер мне задавали вопросы здесь две пары запасных амбишур инструкция которая в общем то нам не понадобится я вас сейчас так сказать не провоцирую и не уговариваю на покупку но скажу одну такую вещь что скоро новый год и возможно вы думаете о том кому какие подарки сделать наушники неплохой подарок отлично я хотела бы получить в подарок наушники но мне никто не дарит приходится самой себе покупать давайте посмотрим что в этой коробочке потому что она мне тут стоит и портит эстетику на столе на моем распаковочном но здесь видите уже все понятно ланчбокс но я скажу по-русски контейнер для обеда ну здорово что прислали в коробочке мне это очень нравится в целости и сохранности как видите я выбрала контейнер бежевого цвета в продаже есть еще розовый салатовый все такие знаете пастельного цвета чем он меня заинтересовал что в этом контейнере есть встроенное место где можно держать вилку ложку и какие-то еще приборы но эти приборы нам не пригодятся ножичек не знаю может быть и пригодится что-то там подрезать ну конечно смотрите это все такое маленькое поесть в таких походных условиях допустим можно жена и важная информация какая написано на дне написано что это пищевой пластик можно мыть в посудомойке выдерживает холод и можно еду прямо в этом контейнере разогревать микроволновки все отделение с вилочками с ложками мы посмотрели давайте посмотрим не самое интересно значит здесь такие довольно мощные зажимы все открываем и сам контейнер для еды имеет три отделения одном побольше и едва поменьше по моему неплохо конечно он не подходит для жидкой пищи но для каких-то бутербродиков и для кашки и котлетки кусочка мяска какие-то овощи салатик вполне можно положить контейнер мне понравился я немного не готова сказать вам точные размеры их я напишу на экране и их вы можете точно посмотреть на странице товара и заодно посмотрите какие есть еще цвета вот мне захотелось такой бежевый до продвигаемся дальше это спиртовые салфетки для протирания экранчика телефона очков объектива фотоаппарата можно экран ноутбука протереть в общем для вот таких вот дел да это обычные спиртовые салфеточки но в чем их плюс что их можно так сказать разложить по всем таким местам где вам нужно могут лежать в сумке в ящике стола где угодно и вы взяли одну салфеточку вскрыли протерли что вам нужно и выбросили это очень удобно 23 24 25 50 салфеток рискнула заказать бюджетные сумки давайте посмотрим что ну скажу так себе я не в восторге ну и не прям совсем все плохо до лейбл закреплен криво не знаю я тоже так умею криво крепить так что сумочка такая миниатюрная небольшая полу спортивного вида фурнитура золотая сзади есть карманчик подкладка коричневая молния украшена вот таким элементом да давайте расстегнем посмотрим кстати варианты вот комбинации цветов очень много посмотрите там есть такие более нежные цвета интересные я даже сейчас жалею что я взяла такой ну как бы такой не очень яркий интересный цвет значит в комплект входит вот такой кругленький кошелечек у которого есть свой карабинчик и можно его вот здесь закрепить и что так я закрепила не той стороной закрепляем вот так да или можно было перевернуть и для чего он наушнички кладем где наш наушнички бац кладем сюда наушнички и знаем что у нас там лежат наушнички их не нужно искать по сумке ну значит что тут у нас пакетик с воздухом и к сумочке прилагается вот такой ремешок в сумочке два отделения посередине отделения на молнии и еще один есть карманчик на молнии подкладка неплохая сумка это не слишком деформировалась и в общем ну вот так она будет выглядеть с текстильным ремешком я не скажу что я в восторге но сумку возвращать не будем кто-то из нас будет ее иногда носить и 2 сумка выглядит прям ну совсем малышка я бы сказала что больше она похожа на кладчик тоже тоже много цветов есть и что вот ну вот она мне не нравится посмотрите какая она деформированная на фотографиях продавца она выглядела гораздо жестче и более ровно посмотрите она бесформенная я даже не знаю ну если она наполнится может быть она будет выглядеть лучше он тут даже есть брак по шитью вот эта складочка она уже никогда не выровняется чтобы вы не положили в эту сумку эта складка вот эта сборка она будет всегда в общем то она неплохая для молоденькой девочки на лето с джинсовыми шортиками со светлой маечкой да все возможно но что-то она прям совсем какая-то кривая косая не нравится мне а ремешок посмотрите какой отличный ремешок ремешок мне нравится больше ремешок выглядит лучше и я бы даже сказала он для этой сумки слишком массивный классная но по цвету он подходит не знаю пусть дочь внутри ничего нет все одно отделение вот один карманчик на кнопочки другой на молнии вот я не знаю дочь придет с учебы пусть посмотрит нужна и такая сумка или не нужно друзья распаковка законченным как видите были удачные какие-то вещи были и неудачные буду делать какие-то возвраты но я считаю что не слишком удачным этот раз бывали посылочки когда мне нравилось все и я не делала никакой возврат но в этот раз не удалось буду возвращать ботинки буду возвращать сумку придется доделывать вот этот топ ну то есть с нюансами будьте внимательны при заказе как бы я бы конечно показываю какие-то изъяны но будьте внимательны рассматривайте и даже наперед предполагайте что может быть вот например вот эти сумки я где-то знала что могут быть вот такие вот они не очень симпатичны что же я прощаюсь с вами до следующих видео надеюсь что до скорых следующих видео желаю вам удачных покупок хорошего настроения и удачи во всем пока пока удачи удачи а